ну вот мужики в мастерскую пришел вот она стойка 1 это даже до половины не до сверлина вот это отверстие на 22 это с амортизаторов штоки по разбирал она как раз 22 размер это швеллер 12 труба 100 на 100 как раз сюда хорошо залазит и будет два штуки держать вот эту вот это ду tower это будет верхняя часть вот так стану верхняя часть она будет у меня варится к швеллеру и сначала планировал прикрепить его вверху просто прикрутить не захотел его варивать к трубе сказать захотелось меня что-то сделать разборным а потом прикинул что можно еще сделать чтобы он по высоте тоже регулировался куда будет упираться данк рад вышина здесь метр сейчас отрезанная не помню 85 труба вместе с уголком и колесами будет ровно два метра то есть низ колес и вверх трубы два метра вот такой будет пресс это площадка столик рабочая часть куда будет уложиться детали я говорил не говорил дутавр у меня 180 оказывается вот это в него будет упираться данк рад так столик и будет располагаться понятное дело все эти моменты взял пока на шпильки потому что я не знаю как оно все станет потом высчитаю вымеряю вот когда уже все будет готово и шпильки достану они на 16 просверлены вставлю 16 арматуру и с этой стороны так повариваю и навеки вечно а может оставлю на шпильках не знаю сюда трубки просто поодеваю или просто через трубки скручу или возьму болты длинные если найду хорошие длинные болты мне нужно 15 сантиметров болты хотя бы такие чтоб 10.9 были крепкие да то возможно их поставлю на что их не встречал все такое жидкое они взять не знаю вот здесь 9 сантиметров 10 сантиметров то есть размер трубы и а тут 9 сантиметров и поэтому сколько получается 28 сантиметров вот эта площадка мне так захотелось швеллера я использовать не хочу есть у меня швеллер 140 внизу лежит 160 120 есть но они как ходовые ей вообще трогать просто так не хочу они у меня вот на те вещи запланированные там лежат швеллера 240 но я думаю уголка уголка вот этого мужики хватит вот здесь выглядит вот таким образом здесь 9 сантиметров здесь 14 сантиметров или 140 миллиметров здесь будут становиться он на штыре ну при необходимости его можно будет перевернуть вот этими полками вниз и что-то давить на узкой части на толщина толщина 10 миллиметров что здесь что здесь абсолютно вот такой вот толстый и тяжелый получается я думаю не сонет вот как-то так труба 5 миллиметров толщиной но сверлить без станка конечно это же скач вот они сверла ну такая дрель мужики киловатт 50 низкооборотистая 550 оборотов в минуту патрон 3-16 есть бедение на патроне именно на патроне вот так он ходит в общем зажимал 20 20 коронку вот они уже вот так вот ушатанные это вот я вчера купил сверло надо стать она ни разу не юзаная эта коронка поработала 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 довольно таки неплохо будем так говорить сверлил сначала 20 и забиение высверливала 21 вот 21 до эти пальцы они не влазили я потом брал коронку на 22 она так становилась чудесненько прямо краюшками цеплялась и добивала уже до 22 вообще замечательно и вот эти пальцы вообще в притирочку становились четко просто четко если сразу ей сверлить то они болтанка у них идет делаю на 3 то есть на ширину 2 тавра просверлил на 3 но можно будет фиксировать и на 1 в любом месте на или на 2 при желании на 3 ну это как пойдет как пойдет в эти же отверстия будут вставляться пальцы которые будут опираться полком вот это ее на комфортную удобную вышину поставил здесь при опустил данк рад под руку подвел все почему я делаю такой я сейчас расскажу по сверлом же по этим коронкам вот это новенькая ровно одно отверстие один зуб вылетел 2 остался один зуб все триста 70 рублей ушаталась такая же песня такая же цена ну это с 1 плюс 370 рублей 370 370 так потом же все-таки же давай же пробовать но уже этой коронкой достал сверло здесь все зафиксировано мужики все просто и четко не болтается и нот как направляющая на трубу давай дает до жах все 400 рублей плюсом читайте 400 370 370 ну 16 еще держится пока 16 это я там сверлил 16 это не китайские сверла точнее брал не из китая хотя может быть и китайский покупал в местном магазине китайские вот они они выглядят вот так вот нет проточек для выхода стружки как вот здесь вот здесь вот есть проточки и как-то меньше забиваются вот китайская стоит сверло нет проточек это на 22 ну и осталось у меня новенькое сверло на 22 которая еще пока целая просверлил я им одно отверстие и думаю это не дело это мужики не дело во первых дрель тоже на как-то ровно держать руками и очень трудно держать да пускай она еще работает и бьет патрон вот и зубами соответственно неравномерно все это дело прижимаются и где-то чуть раньше вылез зубик и ну если тела да и его клац и обломать вот такие вот мужики дела то есть пока еще силы были давить ровненько все это хорошо когда уже начал уставать все начали начались перекосы начал началось все ломаться так в общем нужен сверлильный станок сверлильный станок мужики я вчера заказал занял денег по чесноку скажу спасибо паше московскому потому что потратился я конечно в этом месяце в начале сделал страховку на машину 8 200 заказал себе новый гайковерт помощнее потому что старый уже наладом дышит а без него как без рук так еще учат домашних вещей которые просто деньги кончились резко а сделать надо паша молодец откликнулся чуть занял верну конечно обязательно вот заказал себе станок сверлильный не советский конечно же ничего умный не супер качественный придет покажу что за станок зачем такой большой делаю да зачем такой мощный зачем такой этот но делаем с того что есть но есть у меня уголки 50 на 50 но ниш не пойдут свера я использовать не хочу трубы ну 60 на 60 толщина стенки 2 миллиметра тоже на стойке как бы не очень да а эти у меня как бы есть запаса прочности здесь достаточно я думаю и почему такой большой я хочу еще раз прессовывать вот эти вот шайбы снимать не просто их распиливать а снимать потому что подшипники у меня уже на штук пять или шесть полосей с такими подшипниками разрезать можно конечно разрезать все это дело да ну хотелось бы их снимать потому что ну такие вещи очень могут даже и пригодится очень даже могут пригодиться вот как-то так поэтому чтобы все у меня влазило наш под поставить еще вот самым флянец вот сюда он не проходит он чуть пошире поэтому под него надо ставить буду трубу такую пошире чтоб он туда проваливался как опора а потом уже плиты под шайбу ну там технологиями своя уже выработалась в голове осталось только попробовать как-то так как-то так данкрат покрасил только что краской вот такой мужики данкратик замечательный с чем сравнить давайте шуруповерт поставлю перчатку рядом положу вот такого синего цвета будет кисточкой просто покрасил сейчас отнесу завтра уже будет сухой как-то так в общем буду сейчас не знаю что принесу сейчас уголки но там размечу по просверливаю сделаю стойки для колес эти планки для колес возможно не это пока не буду делать поперечные потому что нужно сначала приварить дутавр замерить ширину сколько там получится и такой же ширины здесь выставить или сейчас откладываю это все дело в сторону заняю трахторишку и втыкаю туда магнитофон сверлилочка нужно мужики потому что вот в навеске вот я сейчас даже посчитаю сколько здесь отверстий просверлено просто руками секундочку сейчас стоял на паузу пересчитал мужики вот здесь вот 88 отверстий да вроде ничего не забыл просверлено дрелью вот и которая показывал большой вот эти на планке на 16 на нижних рычагах на 12 здесь тоже на 12 там мелочок то на 14 по моему вот такие вот дела все на так и сделаем дождь идет уберу сейчас здесь поставлю майфун и может порядок на виду там как то так так что на этом пожалуй все ждем сверлилку и продолжим а а а